В Европе идет война между бюрократией и народом. Бюрократия победила в Европе в эпоху становления либерализма и ликвидации массовых политических движений. Сначала либералы, а на самом деле либералы продуцируют бюрократию, которая эмансипировавшись от неких авторитарных структур, монархических, например, Греция была монархией, Болгария была монархией, Румыния была монархией, Германия была монархией, Австро-Венгрия была монархией. Эмансипировавшись от авторитарной надстройки, имеющей сакральные значения, либералы активно создают класс чиновничества, который опять-таки со своей стороны должен эмансипироваться от народа. Потому что вот эта задача контроля класса чиновников, которые теперь в отсутствии монарха не контролируются сверху, и имеют абсолютную власть над народом. Потому что чиновники контролируют финансы, чиновники контролируют возможности, право разрешать или не разрешать, право подписей и печати. Чиновники контролируют практически все, даже избирательный процесс они контролируют. Я не говорю, что он подделывается. Контролируют. Они могут направлять. Они создают клубы, либералы, бюрократы, магнаты финансовые. Они создают свои силовые структуры, полицию, которая им служит, жандармерию, секретная служба. Народ. Какое он имеет к этому отношение? Так возникали массовые движения начала 20 века. Так возникали коммунисты, левые, анархисты. И так возникали национал-социалисты и фашисты. Левые, правые. И те, и те, в принципе, социалисты. И те, и те ставят приоритет общего целого народа, как одного целого, решая проблему вот этой вот отсутствия контроля сверху, попыткой создать массовую партию, или какое-то массовое движение, которое подчинило бы своей политической воле бюрократический аппарат. Задача либерального мира, либерального пространства – это эмансипация бюрократии от ответственности перед народом. Для этого бюрократия современная в либеральном мире создает информационную завесу с помощью медиаресурсов. Современный мир дает на это огромную возможность, которая создает иллюзию свободного общества, иллюзию взаимодействия. Ну, это только иллюзия. Посмотрим Германию, Францию, разве это свободные страны? Страны, в которых за книгу могут бросить в тюрьму. Если ты напишешь книгу по истории Второй мировой войны, в которой ты не то что поставишь под сомнение Холокост, а просто как Дэвид Ирвинг, британский историк, скажешь, может быть не 6 миллионов, может быть там, не знаю, чуть меньше, и начнешь разбираться, сколько погибло евреи в газовых камерах. Три года дали Дэвиду Ирвингу, 10 лет дали французским историкам. Возможно, эти книги дурацкие, но это на самом деле иллюзия свободы. Радикальные движения возникают как естественная реакция народа на отсутствие доступа к механизму принятия решений. Бюрократия узурпирует принятие решений, эмансипировавшись от монархии, от авторитарных режимов, эмансипировавшись с помощью американской армии, прежде всего, от тоталитарных режимов, которые были очень популярны в Европе в начале 20 века, фашистских, национал-социалистических, не знаю, франкистского типа и так далее, которые выдвигали политическое движение, фаланга, вождь, легион, партия, некую личность, которая символизировала в себе архетипический весь остальной народ. Гитлер, Муссолини, Франко, Хорти, по-разному это было. Везде это было, в каждой стране. Петен, скорее, Пьер Лаваль во Франции, допустим, и так далее. Их опыт неудачный. Но проблема-то не решена, бюрократия абсолютно эмансипировалась. 60-е годы – это восстание не молодежи, которая с жиру бесилась, а это молодежи, которая как бы родилась после ужасов Второй мировой войны, поколение Второй мировой войны европейское, проигравшее войну. Они эмансипируются от опыта старшего поколения. Оно им кажется трусливым, податливым и, с другой стороны, фашистским. Что в писаниях Ульрики Майнхофг она называет фашизмом? Там есть два термина. Свинским она называет молчание старшего поколения, его безропотное подчинение системе. А систему она называет фашистской, потому что она видит в ней, может быть, она не так формулирует, хотя у нее эти мысли проскакивают. Она очень характерна. Она видит бюрократию, абсолютно эмансипировавшуюся от возможности влиять на нее с помощью политических движений свободных. Она видит запрет на коммунистическую партию, которая была в ФРГ и так далее. И вот реакция на это, левый, левый радикализм, правый, террористические группы, РАФ, красные бригады, бригады Росса, или те, кто взорвал вокзал в Болонии, черные бригады. Германия и Италия становятся центром и левой, и крайне правой реакции. Сегодня мы это видим в Греции. Две эти партии, крайне левая и крайне правая. В чем проблема? В том, что греческая бюрократия полностью утратила доверие народа. Я не знаю, вот у меня есть друзья греки, они говорят, мы-то народ-то не брал в долг, в долг-то брали вы, это вы обеспечивали таким образом. Мы вообще против этой системы либерального капитализма. Мы против системы, говорят, правые и левые радикалы, при которых труд человека обесценивается, потому что труд в современном западном мире больше не имеет стоимости. Стоимость не создается трудом, связанным с непосредственной жизнью человека. Учитель, рабочий, крестьянин, творец, человек, который работает, и инженер, свое рабочее время, он, если даже будет сказать гениальные вещи, он будет зарабатывать, его стоимость его рабочего времени будет меньше, чем стоимость рабочего времени биржевого спекулянта и бюрократа, связанного с этим биржевым спекулянтом специальными договоренностями в рамках неких фондов, которые аккумулируют средства, деньги там и так далее. Проблема появления радикальных движений в том, что народ утратил любым способом контроль за действиями вот этого союза бюрократии, финансовых спекулянтов, и мы видим, греческая бюрократия, которую называла себя социалистической, пыталась бросать полицию против народа, но когда в Афинах миллион человек выходит на площадь, это не чистые пруды, это миллион человек, это даже не болотное, это все Афины выходят на площадь, но это греки, это народ с огромным национальным чувством, консолидированным самосознанием, и у которых тут вот слева Парфенон, понимаете, а справа там еще там что-то, понимаете, там вот Платон с Сократом чуть туда пройдешь за угол, там они разговаривали. Это особый менталитет, который нам трудно понять по большому счету, трудно, но надо. Потому что тут, как у русского, у меня возникают две метафоры. Во-первых, греки учителя наши, как нам заповедовано нашими первосвятителями, митрополитом Иларионом, например, который тоже, кстати, был грек, слово о законе благодати, да, Кириллом и Мефодием, которые просто были греками, солунские братья из Фессалоник, да, который сегодня называется. Чему нас учат греки как учителя? Греция это страна и нация, которую пытались ломать последние десятилетия. Греции, от Греции требовали феминистки, чтобы запустили женщин на Афон. К афонским монастырям туда запрещен вход женщинам. От Греции требовали, чтобы конституция Греции, в которой записано православие, государственная религия, была изменена. Никто не решился, ни социалисты, ни коммунисты, никто не решился это изменить. Вот я считаю, что вот этот дух народа, он, конечно, нас очень многому учит. Прежде всего в том, что бюрократия, которая уверена в своей безнаказанности власти и господстве, то, что она контролирует все финансовые, политические и информационные ресурсы, на самом деле не контролирует реальную ситуацию. Я не думаю, что в России ситуация будет такая же тяжелая, как в Греции. У нас просто правительство подстраховалось на эту тему, и у нас нет просто такой ситуации. Мы не такой консолидированный народ. Но эта общая тенденция, восстановление народом самостоятельных инструментов в контроле за бюрократией, она универсальна. Соседняя практически, ну там через две страны, с Греции страна Австрия. Австрийская партия свободы, Хайнца Христиана Штраха, которая выросла из партии Йорга Хайдера. Еще несколько лет назад их называли популистами, радикалами, неонацистами, когда у них было 4%. Сегодня австрийская партия свободы опередила социалистов. Традиционно самую популярную партию Австрии. Я считаю, что сегодня рост радикальной популярности радикальных партий это естественная человеческая реакция на общество спектакля, это естественная возможность его преодоления, это желание людей вернуться к жизни и к смерти, к настоящему жизни и к смерти. А не к сублимированным их, сделанным из папье-маше замещениям, которые так долго предлагались европейскому человечеству, с его великой историей, с его великим самосознанием, культурным, религиозным или антирелигиозным, европейской бюрократии и разного рода обслуживающими их политтехнологами в виде подлинного. Народы Европы ищут собственное подлинное. Я уверен, что они его найдут. Тут главное России только не промахнуться и понять те глубокие перемены, которые происходят в Европе. Делать ставку не на прогнившую бюрократию, которая, я уверен, в некоторых странах отживет свой век и с треском вылетит. С треском, подобным убароком. Понимаете? Эти процессы будут и в Европейском Союзе. Могу сказать, что радикальные партии Европы, и правые, и левые, это удивительно, с надеждой смотрят на Россию. У них у всех пророссийские симпатии. Даже у левых. Когда им говоришь, что в России либеральный капитализм, они говорят, что ничего страшного, зато Россия против европейской бюрократии сегодня. И правые за Россию тоже. По той же самой причине. Почему? Потому что Россия против европейской бюрократии. И это очень интересный процесс. Я считаю, что мы внутри России тоже должны понять, что в Европе происходит революция. Мы видим сейчас первый натиск сил этой революции. И нам главное не опоздать на эту сицилийскую вечернюю, которая, я уверен, скоро будет в Европе. Нам главное на нее попасть не в роли анжуйцев, а в роли арагонцев. Если вы понимаете, о чем я говорю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова